Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю Господу! Братья и сестры, всех приветствую вас и благоставляю именем Иисуса Христа! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Богу! Возлюбленные, дорогие мои друзья, это видеообращение я записываю 24 апреля, всего 2017 года. И 24 апреля это дата в календаре православной церкви, вспоминаются некоторые имена, в частности Антипа Пергамский, вспоминается, мученик, который был по преданию сожжен, брошен в такую печь, как бы медного быка, такого раскаленного, в котором сжигались жертвы языческие. И язычники в своем ритуале убили Антипу, священномученика. И вот в этом году, интересно очень такое совпадение, в этом году, вот, именно вот на 24 число, выпала и память трагедии и героизма европейского еврейства, Йом Ха-Шуа. Шуа, трагедия, да, как бы, вот именно вспоминается в нашем, как бы, и в христианском, и вообще в мировом, таком, как бы, значении. Чаще всего, когда мы говорим о трагедии еврейского народа в 20-м столетии, то чаще всего употребляем слово «Холокост». Это более привычно, более типично, более узнаваемо, но, в общем-то, в самом Израиле это мы именуем Шуа, трагедия. Вот эта дата. Есть день Холокоста в январе, но вот в апреле также есть эта дата. Это, в общем-то, даже точнее, сказать, не в апреле, а в Ниссане. Месяц Ниссан, месяц Авиф библейский, месяц Ниссан, это не только месяц Исхода, не только это месяц Пасхи, но это также месяц и героизма европейского еврейства, потому что во время Второй мировой войны, как раз вот в эти дни весенние, было восстание, начало восстания Варшавского гетто. Поэтому, так или иначе, но вспоминается вот это событие, как раз сопротивление еврейского. И сегодня молимся за Израиль, молимся за Иерусалим, за всех евреев и в Израиле, и в России, а также за всю нашу истрадавшуюся планету, чтобы подобное никогда не совершилось, не повторилось, чтобы действительно и мы, христиане, и все верующие сегодня разной конфессии, динаминаций, разных религий, направлений, масса на земле сегодня, юдаизм, другие религии, чтобы сегодня мы действительно находили понимание и вот эту любовь, потому как Бог есть любовь. Величайшее откровение Библии вообще, как таковой, это то как раз откровение, что Бог есть любовь, Он является любящим Отцом нашим, любящий Отец, который благодатью нас спас, который отдал своего сына. Мы верим в это, христиане, это исповедуем, говорим об этом. Слава Богу! И сегодня в Йом-Ха-Шуах, именно в день вот этой трагедии и героизма европейского еврейства, совпавшего вот с православным, святым памятью христианского святого Антипа, сожженного. Знаете ли, и также сегодня еще совпало это с 24 апреля, это дата такая известная, как день трагедии армянского народа, потому что армянский народ пережил тоже свой Холокост 100 лет назад, ну, точнее, 102 года тому назад. Молимся сегодня за Армению, за армянский народ и за всю нашу истрадавшуюся планету во имя Иисуса Христа. Пусть Господь Бог благослови всех вас, дорогие друзья. Из города Москвы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам! Мир народам! Мир всем! Аминь!